Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Сегодня мы с вами выполним очень быструю коррекцию ногтей. Практически мгновенную, моментальную, ничего сложного делать не будем. У нас времени нет, Катюша у нас очень сильно спешила, тем более на следующий раз мы с ней договорились делать перенаращивание. Поэтому в этот раз будем выполнять очень и очень быструю коррекцию. Собственно говоря, в чем она у нас будет заключаться? В том, что мы только доложим материал на отросшую часть ноготка. На самом деле это не совсем панацея. На длинные ногти такую коррекцию делать нельзя, особенно на Катин и клюнувшие длинные ногти. Мы попробовали со следующими ногтями сделать такую же коррекцию, не вышла она, не относилась совершенно. Хотя вот эта коррекция относилась спокойно 3 недельки, 3,5 до следующей процедуры. Итак, что же мы с вами делаем? Мы с вами зачищаем место отросшего ноготка, снимаем немножечко старого материала, убираем небольшие отслойки, которые у нас там были. Конечно же, поднимаем, отодвигаем кутикулу, вычищаем весь птериги для того, чтобы следующий материал у нас хорошенечко сцепился с ноготком. Ну и собственно говоря, праймер, базовый гель, как обычно по графику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну а теперь берем небольшое количество акрилатика и докладываем им отросший ноготок. Наша задача в данном случае сделать тот же самый акрилатик, который мы делали на ногтевом ложе до этого. То есть если бы мы взяли немножечко другой оттенок акрилатика, у нас получились бы пятна развода. Поэтому единственная нужная здесь вещь это проконтролировать то, что у вас тот же материал, которым вы выполняли наращивание. Потому что в любом другом случае ничего хорошего не получится. Итак, мы выкладываем акрилатик на отросшую часть, переносим немножечко стрессовую зону ближе к кутикуле, потому что она отросла. Опиливаем всю получившуюся конструкцию, опила у нас здесь тоже немного. Немножечко выпиливаем внутреннюю арку для того, чтобы совсем чуть-чуть приподнять ноготок именно на толщину того материала, который у нас есть. Ну и собственно говоря, все, коррекция на этом у нас готова. После этого нам необходимо, конечно же, обрезать кутикулу слегка голубым лаком, тем же, которым мы рисовали предыдущий френч, довести усики улыбки, которые у нас спилились при коррекции. Ну и выполнить дизайн. Дизайн у нас тоже сегодня будет простой и быстрый. Продолжение следует... Продолжение следует... В качестве дизайна у нас сегодня будут вензельные веточки. Сначала мы мазковой кисточкой намечаем для себя мазочки будущих вензелей, потом тоненькой кисточкой доводим вензеля до готовности. Собственно говоря, дизайн готов! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...